Здравствуйте, друзья! Мы начинаем вторую серию знакомства и общения с уникальным садоводом, одному из лучших в России и одному из последних представителей той самой Старой Гвардии, которая создала страну и создала садоводство. Видите, после такой пафосной речи я покажу вам, где у меня записана первая серия, потому что кто-то после второй захочется первую увидеть, так бывает. Итак, канал садоводства по железу. Вы набираете, оно кажется, в моем канале. К сожалению, подписчиков меньше 10 тысяч. К сожалению, мы с таким количеством противостоим тем, у кого миллионы просмотров, как уничтожать деревья. Но на нашей стороне сам Сергей Николай Георгиевич. Фильм был снят, кажется, позавчера, но, смотрите, он уже перешел, тут много фильмов, уже перешел на вторую страницу. Вот он, смотрите, написано. Железов Сергеев, телемост. Вот, я надеюсь, вы увидите. 247 просмотров, это почему так мало? Не беда. Я попрошу брата, он выставит этот фильм, мой брат Железов Юрий Владимирович выставит этот фильм на, там, где, на Яндекс.Зене. Вот, там будут тысячи просмотров. Польза принесет Сергеев всем нам. Вот, он и так огромную работу проделал, но это будет лишняя, лишняя, так сказать, ласточка, которая делает погоду. Смотрите, я попросил показать нам свою каталог, и он мне каталог присылает. Так. Где-то у нас? Где-то у нас? Так, проще нажать. Почта огромная, проще нажать. Николай. Трудно мешает мне фотоаппарат. Николай. Сергеев. Так, ну-ка, может, этого хватит. Так, Николай, Сергеев. Нет, не хватило. Продолжаем. Вот теперь он высветился. Итак, он присылает каталог. Я вас знакомлю с ним. Потом возвращайтесь назад, у вас будут ссылки. И вот это уже посмотрите подробнее. Итак, Сергеев Николай Георгиевич. На осень 21-й, весну 22-го. Вот его данные. Вот его телефоны. Вот его адрес. Индекс Пирогова, Южноураль, Селебинская область. Вот это всё, что нужно вам знать. Вот. Потом. Здесь ещё, чтобы понятно было, учебные фильмы. В фильме показаны грозди. 74 сорта винограда. Рассказано, достоинства, кинодостатка. И вот он пишет. Прошу учесть, что я живу в Южноуральске. Это Урал, Селебинская область. Моему винограду 28 лет. Из первых пяти сортов живые 4. И все хорошо плодоносят. Вот. Сенция, потом абрикосов, персиков. Это уже вы потом прочтёте. Итак. Возвращаемся немного назад. И я надеюсь, что он расскажет сегодня о таких волшебных вещах, о чём мы с вами даже и не подозревали. Смотрите. Многие они подозревали. Вот я нажал. Видите? Ещё один. И смотрим, что получится. Ага. Ага. Итак. Разумный сайт по биологическим циклам природы. Комментировать не буду. Это всё уникальное. Уникальнейший материал. О том мире, который с нами рядом и который мы не знаем и не понимаем и не воспринимаем. Сейчас я долистаю. Смотрите. Видели? Вот. Я хочу, надеюсь, что сегодня он об этом поговорит. И я объясню, почему. Сейчас я долистаю. Все эти чудеса. Потом, не спеша будете останавливаться, когда второй раскручите этот фильм. Третий раскручите. Четвёртый раскручите. Пока не познакомитесь со всеми этими чудесами. Поэтому бегло. Я тут не специалист. Вот оно заканчивается. Удачи всем в создании разумных садов. Это очень важно. Я, Железов, отличаюсь от них тем, что я инженер, работаю с помощью биологических рамок и с помощью маятника. То есть, для меня это инструменты. Это как вольтметра стрелки. А сам я толстокожий. А вот Николай Георгиевич, это особый случай. Особый случай. Поэтому сейчас мы его включим. И пусть он нам рассказывает всё, что со счёт нужным. Это будет вторая серия. Возможно, будет когда-то третья. Возможно, и пятая. Потому что громаднейший опыт, уникальнейшее знание, недоступное, я прямо так и скажу, недоступное нам простым смертным. Николай Георгиевич, я про вас говорил в 6 минут и сказал, что нам простым смертным недоступно знание эзотерики, незнание параллельного мира, который рядом с нами, который невидимый. Это касается живых растений. Это касается биополя. Вот. Я сейчас передаю вам слово, так. Я сейчас пролистнул вашего этого материала, там, где у вас светящиеся растения и так далее. Я сейчас туда опять вернусь. Вот. И вы, пожалуйста, говорите всё, что вы сочтёте нужным. Потому что сейчас это, никто, кроме вас, по всей стране этого не знает. Я не шучу. Вот. Да я, ну, не надо меня тут делать этим самым. Потому что... Поздно, поздно, поздно. Всё. И я сновидящим. Поздно. Всё. Значит, начинаем. Вот видите фотографии. Я, к сожалению, мне просто их не видно. А я показываю. Я буду медленно листать. Там, через минуту сменю. Вот. Видите, значит, там есть одеяло энергии, которые просто висят над нашим домом. Значит, затем есть просто ауру растений. Самих вот цветущих растений. Затем плодов. Вот оно всё видно. Понимаете, когда вот это говорит о том, что вот этим растениям в моём саду очень хорошо. То есть они полностью набирают энергию, поступающую из космоса, от солнца. Набирают полностью, потом начинают отдавать. Вот именно вот такие плоды самые полезные для человека. Вот для чего мы их выращиваем. Вот. Чтобы вот вырастить такие плоды, надо значить об основу. Ну, основу вот этого дела. Почему? Вы же прекрасно понимаете, что на Земле есть геопатоденные зоны. Геопатоденные зоны, их можно определить. Любой из вас может практически определить. Это нужно просто взять маятник. В качестве маятника годит, нужно просто взять верёвочку или нитку, и на неё подвесить абсолютно любой материал, не зависит он. Там металл, там пластик. Один раз я когда лекцию проводил, забыл, и... Ну, просто забыл взять гайку с собой, приватка, и привязал, наконец... Я забыл, что я очень быстро говорю, поэтому помиле не начну. Значит, и привязал я, наконец, с какой-то там у меня кольцом. И вот ты показываешь, что если я дышу, то есть надо этому маятнику задать правильное движение. И говоришь, если я дышу, то пусть маятник крутится по часовой стрелке. И он начинает крутиться. То есть, если ты не дышишь, ну, мёртвый человек, то он будет крутиться против часовой стрелки. И поэтому задаёшь вопрос, можно ли в этом месте посадить какое-либо растение. Он начинает крутиться по часовой или против часовой стрелки. Так вот, одна из слушательниц спрашивает меня, «А что же у вас в руках?» Я так долго смотрел на этот предмет. Хорошо, что у ленток сидел на первом ленте. Он говорит, «Да это у него моток изоленты». Я показывал, что не изоленту, показывал просто на тряпке, в которой доски вытирают. Вот берёшь её за конец, она начинает вращаться. Так вот, если место это подходит для данного растения, то нужно и в этом месте садить. То есть делается это таким образом. Ну, спрашиваешь маятника, можно ли в этом месте посадить. Он начинает вращаться. Проходишь в нескольких местах и в том месте, где наиболее сильное у него отклонение, ну, вращение, то как раз вот в этом месте и нужно садить, потому что будет самое благоприятное. Мне вспомнилась такая ситуация интересная. мы приехали в гости к одним знакомым, у которых своя усадьба около, на границе с этим заповедником нашим, с льменским заповедником. Там, значит, они место подкатывали, и вот на их территории даже кольмены один есть. И мы прошли в сад. Посмотрели, сад она его заложила три года назад, причем она в округу в окружном воплощении была мужчиной, потому что на все вопросы отвечала я сам. Не сама, а я сам. И вот она посадила этот сад квадратно-гнездовым способом через три метра. Или ты через три метра. И в середине сада с чем мы тут с ним столкнулись-то, она посадила терн. Терн она посадила, и мы, я ей с мужем говорю, что нельзя все терн садить в середине сада. Он нужно садить на краю сада, рядом с забором самого нелюбимого соседа, чтобы он тоже боролся от скорости этого черного. Я обратил внимание на то, что мы же в одном месте живем, на Уране же. Если у меня стоят высокие деревья, то у нее трехлетние деревья были высотой не выше колена, и было по три-четыре ствола. Яблони, груши, слегка, независимо просто от этого слова. И только две яблони были высотой выше человеческого роста, который рождеет в стороне около дома. Получается, начал проверять, оказывается, это полностью диапатогенная зона. И деревья там не растут, саженцы, а они выживают, понимаете? И когда мы начали искать место под виноград, мы нашли это место, отметили. Причем, если в этом месте какой-то вид дерева расти не может, то другому вполне благоприятна может быть эта зона. Она рассердилась, значит, все. И мы сходили в одно место, где 68 священников ушли в землю, чтобы сохранить знания своих. Мы посмотрели на это место, там, кстати, тоже были вот эти вот энергетические поля, энергетические шарики на фотографиях они отразились. вернулись обратно и говорят, я подумала и решила, что ты прав. А дочь у нее спрашивает, говорит, а можно мне сделать вот этот маятник? Я говорю, ну, тощи, с бусинкой. А утром у нас заделся спор. Должны были приехать две сестры в 9 часах утра. Две сестры они художницы-близнецы, и она говорит, 9 часов. Я говорю, давай маятника спросим, маятника, спрашиваю, но там перебираем время, остановились на 11 часов. Она говорит, нет, они в 9, то есть, ведь они не приехали, подходит время где-то примерно без 10-11. Они звонят, мы тут заблудились, маленько подсказали, как нам заехать. Назвали место примерно где находятся нами. Ага, я знаю, где место. Это место до нашего дома минут 20. значит, ехать. А буквально без одной минуты значит, 11 раздается кусок машины, то есть, они приехали. Ну вот, после этого для одной встала волшебная гаечка, потом в первый раз мы привязывали гаечку, а для ее дочери волшебная бусинка. То есть, вот таким образом можно определить место для посадки растений. Это будет очень хорошо, потому что, не зная этого, у меня росла груша. Груша росла, она выросла примерно с метра высотой, а потом наклонилась в сторону где-то на полметра. Вот вы видели в лесу вот все эти деревья, кривые, косые, корявые, которые, по их растет не по одному, по нескольку справа, чтобы внизу. Это как раз их характеризует геопатогенную зону. Понимаете? И поэтому там не садить, не садить ничего нельзя, и проживать, тем более, в таких местах нельзя, потому что бесполезно побороться с негативом, который идет от самой земли, будем говорить, так. Затем, вот, собственно говоря, значит, затем, значит, я смотрю, у нас растет, винограда много растет, у нас больше ста сортов винограда растет, и вот один кост памяти Шатилова рос, рос, а вдруг начал замедлить свое развитие, год, два, три, третий год совсем почти заселел. И обратил внимание на то, что рядом с ним растет тысячелистник. Я этот выкопал, выпросил, и все, и куст винограда поднялся, и очень мощно вырос в этот год, и на следующий год очень хорошо заплодоносил. Поэтому, значит, вот, за этим всегда надо следить, то есть, определять место. Есть, особенно, к избирательным, к таким вещам, это сливы груши в наших условиях. Вот им обязательно надо, в некоторых садах сливы вообще не могут расти, потому что, ну, не подходящие для них вот эти вот энергетические условия. дальше что? Георгиевич, я прерву, ты сейчас произнес фразу волшебную, ключевую, а кто-то, может, даже и не заметит. Ты сейчас сказал, что деревья не растут там, где нет энергетических условий. Это антинаука. Это мы, любители, развиваем эту тему. Наука, как говорится, спит. Важнейшее место. Спасибо тебе за эту фразу. Энергетические условия нужны. Вот, я хотел вот это подчеркнуть. И потом, вдруг, я не успею, когда отключится, еще, правда, 12 минут, будем спокойно говорить, я в одном месте только скажу, вот, я слушал тебя как волшебную, как музыка в ушах. Мы не все такие, конечно, кому это интересно, но нас больше, чем кажется, чем принято считать. Значит, в одном месте наше расхождение. Ты сказал, любой возьмет любую вещь и получит результат. Мои наблюдения за сотнями людей. Я инженер, я не эзотерик. У меня рамки работают как стрелки вольтметра в руках. я перемерил сотни людей. Если у человека нет биополе, особенно, когда оно стерто с помощью А, как у нас весь завод в этой самой магнитном поле стирается, раз, когда долгое просиживание за компьютером, стирается биополе. Вот в руках у этих людей ничего не работает. Размеры биополя от сантиметров до нескольких, до десятка метров, уверен, у тебя метров десять. Это феномен. Но если радиус метр или диаметр два и более, только тогда по моим понятиям работает маятник. Вот я показываю на экране. Ты правильно сказал. Лучше это гайка. Лучше с отверстием. Лучше все-таки металлическое. Вот я показываю. Вот. У тебя в руках что угодно может работать. Вспомни, ведь даже эти лозоходцы у них лоза-то из дерева, а работает же. Как дерево реагирует на биополе? Вот вопрос. Вот. Все-таки ты феномен. Большая часть людей фактически больные. Биополе у них нет и у них в руках ничего работать не будет. Вопрос. Как поднять биополе? У тебя есть техника, технология поднятия биополе? у простых людей, которые замордованы, которые ведут малоподвижный образ жизни, которые свое биополе потеряли? Вопрос. Есть у тебя техника восстановления биополе, какое должно быть от природы? Ну давайте так, я вам про прорису сейчас. Запишите ключевую фразу, которая действительно сейчас от всех и получает собственный иммунитет. в том числе биополе получает Бог судья происходящего. Возьмите авторучки, напишите пожалуйста эти три слова Бог судья происходящего. Бог судья происходящего. Бог судья происходящего. Я потом проверю на людях, я их буду заставлять эту фразу произносить и мерить поле до того и после того. Значит есть в этой фразе вы обнуляете свою негативную энергию. Сейчас я запишу это очень важно. не надо записывать это надо просто запомнить. Да не смогу я запомнить. Бог еще раз Бог судья происходящего. Происходящего. Значит вот смотрите каждое утро буду произносить. это когда хотите обнуляете свою негативную энергию. А та негативная энергия которая идет от других людей в том числе с этой новогодней болезни она усиленно возвращается к ним обратно. Понимаете в чем дело? Тем самым вы ставите защиту для себя естественно набираете свой иммунитет. А работая с растениями естественно у вас повышается само собой. Давайте я продолжу. Давайте давайте. Здесь указывают только не так чтобы именно вот в таком именно Бог судья происходящего не менять слова. Валерий как сейчас ты что-то хотел сказать? Нет нет я обещал что я прервать не буду но прервал только потому что потом бы не смог ставить. Значит я хочу продолжить о влиянии энергии человека на растения и на оборот. Значит в этом году я столкнулся с такой штукой интересной. Ко мне нам принесли саженец комнатного помидора он был сантиметров 20 здоровый хороший такой но он у нас и не за 10 практически сдох. И в то же у меня заплодоносил виноград которому 20 лет. Я когда вот эти самые начал анализировать почему же это произошло и пришел вот к такому выводу. Значит человек который принес вот эту комнатную значит помидор он свое время болел. у болел она въехала в сосну головой там была несколько дней в коме потом у нее были сильные головные боли я их убрал а получается так что она натворила предыдущих опасений если с ней так поступили она хорошая добрый человек ей ничего не жалко но что бы мы не брали у нас ничего не прежевало и в этот раз значит не прежевать вот этот помидор помидор не то что не прежевать они просто не почему потому что у нее негативная энергетика у этой помидорки у нас все положительное все положительное задобило вот этот негатив и почему значит виноград заплодоносил через 20 лет я вспомнил потому что 20 лет тому назад я кстати ошибчив произнося в прошлый раз день своего рождения я родился 18 декабря 1950 года не 51 поэтому именно вот 18 декабря 71 год не исполнился и так вот 20 лет тому назад я ездил на мы будем сьмот по винограду в город Бийск в город Бийск и это было в сентябре а в декабре в сентябре значит потом ко мне приехала значит оттуда садоводка в гости она уехала и когда я к ней собрался поехать с ответным визитом я взял косинку притяну вот такую вот маленькую такую и начал туда подарок в эту комнату подарок ложить а руку туда сунул а там отрицательная энергетика я ее оттуда повыгонял забил положительно положил подарок съезжу так вот у этих же людей я взял черенок винограда естественно что он тоже был значит с отрицательной энергетикой и вот представляете 20 лет понадобилось кусту винограда чтобы он убрал вот эту отрицательную энергетику набрал нашу то есть он растет и погибает и как бы сказать и хорошо рост не идет вот через 20 лет он дал прекрасный урожай этот сорт называется шуня полоска вот таким вот образом энергетика влияет друг на друга вот что касается значит расположения всех этих самых ну собственно говоря давайте про энергетику если какие-то вопросы будут 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 георгий я много с помощью рамок маятника открыл из невидеомера но один из вопросов я никогда не догадаюсь может ты итак я меряю рамками людей положительные в рамки расходятся положительные значит передо мной положительно заряженный чек 29 положительных 30-й отрицательный вот с виду чек как чек почему каждый 30-й это не только моя статистика это мировая статистика каждый 30-й человек имеет отрицательный заряд чем он отличается от нас а чем отличается очень просто он просто в прошлых воплощениях и может и в этом воплощении вел себя негативно то есть мы встречались с такими людьми которые в прошлых воплощениях были развойниками они убивали людей насиловали и так далее грабили там и сжигали и вот они в этом году у одного из них значит разум как у 50-70-80-летнего ребенка ему сейчас за 40 лет а он так же вот ходит то есть его решили разума естественно энергетика у него отрицатель затем у меня хорошего знакомого из Екатеринбурга я когда в 2012 году проводил первый праздник виноградный женский я познакомился здесь с девушкой с банка они начали встречаться он приехал обратно возвращаясь в Екатеринбург его задержала полиция и забила до смерти в этом самом в камере вот до того что от наручников у него до костей проще говоря все это на фотографиях видно все когда начали разбираться причем я когда запросил будут ли наказаны те кто его избил ответ пришел что нет значит я пытался обратиться к журналистам журналистам газет запрещено вообще что-нибудь отрицать написать про милицию полицию значит на телевидении там тоже в принципе ничего проще говоря вот этот негатив у него остался теперь что касается ну и есть еще там другие варианты что касается самих ранок то может быть ты в какой-то мере ошибаешься потому что я участвовал в этом эксперименте я еще тогда выпивал выпил бутылку водки на дне растений другом и пришли с женой в дом культуры у нас те проводили еще вот эти вот рассказывали про рамки про геовокацию про все про рамки и вот она значит она вне проверю она говорит давайте от меня остановилась метра за три за четыре у нее пересеклись эти рамки потом прошло где-то минут сорок примерно пятьдесят я говорю давайте сейчас но поскольку сидели я просто пальцы указательные развел в разные стороны она дошла до меня и выкнулась мне в грудь и рамки так и не прижеглись понимаешь что делать ты себя с людьми не путай ты себя с людьми не путай ты один на миллион твои примеры это не статистика я про статистику теперь практически применение этих рамок это будешь говорить в следующей серии смотри закончилось 30 минут на это сейчас через не бесполезно отключается сейчас я отключу и включу Георгиевич отключается независимо от меня пока сейчас включу снова